насколько сильно ты переживала из-за моего развода у меня такая боль вот если спросить что я переживала то вот слово только одно я могу сказать это боль привет сегодня будет необычный ролик для меня и для вас наверное тоже я делаю его не ради просмотров а наверное больше ради своей личной памяти но все-таки решил поделиться им с вами потому что хочу вам рассказать об одном человеке который создал меня который вложил меня все что и мог и все что имел это моя мама привет как ты относишься к татуировке всегда относилась очень плохо мне не нравится это я не понимаю этой красоты я ее не понимаю ты сказал быстро собраться я собралась все за подвох сегодня необычный день для нашей семьи потому что мы с мамой будем ехать делать нам одинаковые татуировки в общем мама всегда была противницам их татуировки каждому эту татуировку она всегда воспринимала очень негативно я не знаю как так произошло вчера мне пришла идея говорю мама давай мы сделаем с тобой одинаковые татуировки вот здесь вот под сердцем и будет такая невидимая связь между нами она говорит давай хорошо и я был в шоке и сегодня мы едем это делать а брови меня сделают почему ты согласилась потому что ты же глубокий смысл вложил в свое объяснение смысл нашей связи друг другу и любви я настолько тебя люблю что насколько всю жизнь я негативно отношусь к этим татуировкам но любовь к тебе вот отношения к тебе потом не просто ты захотел татуировку вот мама давай там сюда тебе налепим если так я бы не ни за что не согласилась а ты сказал что это будет как какая-то невидимая ниточка нас будет связывать вот так эмоционально или ну даже вот не эмоционально где-то там так сердечно и вот это вот конечно мне понравилось даже если честно до встречи к хипстерству первый сделаешь нет нет трусик только не это только не 62 года твоя первая татуировка но это только ради тебя русланчик когда все родственники посмотрят я переживаю чтобы они не подумали что уже начинается для меня это молодость и свежесть ну и для меня тоже поэтому я еду с тобой но я часто делала такие кардинальные поступки в жизни но но не плохие но если ты мне там сказал давай ну я не знаю даже не хочется и говорить там если ты мне предложил мамочка давай поступочки выпьем то ты бы увидел какая я бываю злая что такое любовь для тебя для меня любовь но это прежде всего жертва это настолько человека любишь что с радостью с огромной радостью жертвуешь для него все время там силы какие-то ну много-много всего-всего что для другого которого не любишь никогда бы по-честному не пожертвовал бы вот а а для того для того человека какого любишь вот все хочется вот отдать вот вот сделать для него вот отличается ли любовь к мужчине и любовь к ребенку да однозначно я отвечаю за себя не за всех людей поэтому для меня да очень сильно очень сильно волнуешься честно но я аж не люблю отступать если решение приняла вообще не люблю на теле это все дело разве что брови куда деваться брови наш ты помнишь самую сильную обиду которую я приносил твою жизнь дело в том что вот тебе еще 25 лет и ни разу этого не случилось я очень надеюсь у них случится никогда но до сих пор ни разу вот такой ты у меня замечательный сын извини ни разу ты мне не принес вот этой обиды как ты говоришь или какого-то ну плохой вот такого негативного чувства как-то все так я как будто нахожусь каком-то этом фильме не не чего тебе не хватает в нашем общении есть такой момент есть и спасибо что ты задал эти слов этот вопрос не хватает вот таких разговоров мне я когда далеко от тебя вот мы не рядом я хожу что-то делаю и задаю тебе вопросы мне хочется с тобой поговорить я мысленно на расстоянии всегда с тобой разговаривать вот и но я знаю что ты такой с другой стороны мне нравится что ты настоящий мужчина ты не сидишь и допустим не не обговариваешь вот эти все мелочи какие-то какие есть обговорит люди то есть судят других ты не судишь других мне это нравится но с другой стороны мне очень часто не хватает вот этого разговора по душам и когда ты от него уходишь я думаю что не за того что ты не хочешь с мамой поговорить а я всегда думаю что тебе ну та тема которую например я затрагиваю она тебе болит и ты просто не хочешь ее трогать и поэтому я тоже тебя не провоцирую терплю как сказать но мне этого не хватает да и сейчас мы выберем шрифт который будет мне и тебе подходящим можем тебе сердечко еще добавить вот сердечко хорошо 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 так ты только что говорил вошла во вкус уже да тебе нравится я посмотрю в итоге что получится это будет уже моя пятая твоя первая Усланчик ну я тебя попросила не сильно их делать ну я пока ты петь и не дойду не остановлюсь Достаточно ли времени и любви я уделяю тебе сейчас более чем достаточно более чем достаточно уделяешь очень много и любви и времени вот это единственное что лично как мне вот вот этих каких-то может быть что я женщина разговоров по душам вот я уже объяснила но времени и любви просто я я очень счастлива я счастлива безмерно с тобой я даже желаю вот я встречаю в жизни женщин подруги там просто знакомые у которых нету такой связи например с сыном взрослым и я просто желаю им чтобы у них такой такая была связи и такой сын потому что мне иногда даже жалко этих женщин а я очень радуюсь что у нас так ну ладно увлекайся мне нельзя такое хотела сказать хорошо хоть пивом и чем-то другим не увлекаюсь чем-то должен человек увлекаться но сильно хоть не увлекайся пожалуйста ну я понимаю что так оно да или женщины красятся по накрашивать себе всего и я накрашен а кому-то это зачем хочешь пупок тебе пробьем то тоже уирусик перестань уже когда ты замечаешь во мне схожести с моим отцом что ты чувствуешь сразу видно я сразу улыбнулась да я всегда улыбаюсь это всегда вызывает во мне такое приятную улыбку вот потому что твой отец он но он был таким особенным человеком особенной личностью если взять много-много мужчин молодых вот все мы конечно особенно и ребята особенно но все равно в чем-то выделялся отличался и когда я вижу в тебе эти черты не всегда вызывают такую приятные эмоции только приятные эмоции так она ножнем от она синенькая это контуры 50 по нему ладно ты музыкант вот это вот понравится жалела ли ты хоть раз что родила меня что это за вопрос сыночек но во-первых это вопрос плохой вот очень плохой вопрос а я думаю его уже не стоило бы задавать после того как я тебе вот сейчас объяснила насколько ты мне дорог и дело в том что я не знаю ты не сильно любишь вот эти все негативные моменты опять же мы сильно не обсуждали их но ты же знаешь как сложилось в нашей жизни как ума у меня было вот за 2,5 года до твоего рождения я родила мальчика который прожил только два дня еще в роддоме и умер он был вполне здоровым это была вина врачей это было для меня просто вот жил-жил человек а потом неожиданно получил вот такое огромное потрясение вот даже не ожидал что так может быть а так оказывается бывает вот и я всегда хотела сына хоть имею прекрасную дочь всегда я даже когда была я немножко отступлю молода еще мне не было детей я не была замужем и когда я видела где-то по дороге идет там парень такой который мне в чем-то нравился мне всегда нравились ребята такие ну положительных качеств я всегда так думала вот я тоже хочу чтобы не был такой сын не знаю почему такие были желания так вот когда случилось такое это было конечно огромнейшее потрясение для меня и я очень очень хотела и потом когда снова господь мне подарила такую радость вот это было просто для меня я не знаю такое счастье вот я уже просто сразу с первых дней была уверена что будет мальчик что будет сын я не знаю почему как я на этот вопрос я ответить не могу но я была уверена и всем даже так говорила на меня конечно посматривали так с удивлением ну вот как было так я тебе говорю этому сыночек ты для меня просто любовь сейчас и счастье моей жизни ой я вижу что тебе больно русик потому что ты так ножками его двигаешь красиво вы конечно наверное уже эти профессионалы да такие крутые кого ты любишь больше меня или сестру если взять два пальчика на руке какой больнее будет там порезать или какой будет больнее пальчик этот или ну чё теперь ваша очередь это что-то невероятное для меня непонятное сейчас происходит но для меня все мамочка давай я тебя благословляю давай дальше по хорошему команды как хочет я говорю мам может все таки какой-то бутафор с кузяна ритм нет делай настоящий да только хотела сказать в пределах разумного команды команды вот-вот да ну ладно хорошо все давайте уже я уже пока настроена давать молодость для меня ну прежде всего отношения к жизни молодость отношения к жизни тут даже прибавить нечего для меня молодость выражаться не в татуировке а в твоем да то что тебе 61 и ты при этом во первых на тебе не скажу что тебе 61 не никто никогда вот вот напишите в разу в комментариях никогда в жизни не скажешь может поближе подойти посмотреть я с молодая я с еще выдержу все эти приколы это так прикольно я делаю татуировки своей маме которые это первая татуировка есть 61 мы сделали одинаковые вчера решили сегодня сделали еще и об этом ролик снимаю у меня там очень тоненькая кожа ну как ощущение хорошо ну красиво все дело сделал не жалеешь нет ты очень смело ты для меня ты для меня пример смелости и храбрости отваги спонтанности мудрости и очень 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 большой для меня вообще ты пример вообще во многих сферах мне хорошо я очень сильно тебя люблю спасибо что ты есть очень 0 ледька мой дорогой захотел ладно ну не будем больше а а а а а а